Спонсор этого видео компания AllRight, компания, которая занимается обучением детей английскому языку через Skype. Что я хочу вам рассказать, почему нужно обучать своих детей английскому языку? Ну, мы с вами вот вступили в 20-й год 21-го века. Это, конечно, век очень высоких технологий и очень высокой конкуренции. Поэтому, если мы с вами не подготовим своих детей к будущему, наши дети обречены на бедность, на прозябание. Поэтому все, что мы им должны сегодня дать родители, это не деньги, это образование. Потому что в современном 21-м веке имеет значение только информация и продается информация и знания. Посмотрите на развитые страны. Чем они, почему они развиты, что они сегодня, в чем их лидерство? Конечно, в том, что они ведут какие-то технологии, интернетные технологии. И без знания английского языка ваши дети будут просто абсолютными лузерами в этом обществе. И эта компания AllRight занимается с детишками, начиная с 4-х лет, обучает английскому языку по Skype. Они приходят к вам домой в удобное для вас время, и у вас есть выбор, как нанять учителя англоязычного, то есть носителя языка, так и русскоговорящего. Мой вам совет – брать обязательно англоязычного преподавателя, то есть носителя языка, или того, кто вырос в этой среде. Пусть он имеет два языка, но человек, который говорит на английском без акцента. Почему? Потому что, во-первых, если дети изучают ваш язык до 12 лет, то они будут говорить на этом языке без акцента, и это очень важно. И вторая причина, что как только вы переходите на два языка, если вы смешиваете русский и английский язык, то усваиваемость английского языка у вас падает на 50%. Ваш мозг каждый раз должен перестраиваться, каждый раз должен перестраиваться. Поэтому посмотрите на эту компанию, посмотрите, как они занимаются, сколько они делают для детей, сколько они делают интересных занятий и клубов. И это такое через игру с маленькими детишками, они на этом специализируются. Поэтому я вам рекомендую обязательно дать детям знание английского языка. Когда я делаю свой какой-то поиск какой-то любой информации, я вбиваю в Google что-то на русском языке, я получаю вот столько информации на русском языке. Если я делаю то же самое, вбиваю в Google информацию на английском языке, я получаю неограниченное, огромное количество информации по любому вопросу. Потому что весь, вся наука, все исследования, все сегодня, все это в англоговорящих странах, все это Англия, Канада, США, весь, все деньги на науку, на исследования в любом вопросе сегодня в этих странах. Ну, конечно, еще Китай дополнительно тоже, но китайский я не призываю вас изучать, потому что самих китайцев полтора миллиарда достаточно для того, чтобы покрыть все необходимые проблемы с китайским языком и английским. Поэтому посмотрите, ссылка будет в описании, промокод, который вы увидите в описании, даст вам два бесплатных урока, пробных урока английского языка, плюс, если приводите своих друзей, каждый друг, еще дополнительных вам два урока. Очень рекомендую, хорошая компания, и обязательно дайте детям знания английского языка, без этого ваши дети в эпоху роботизации, производства, промышленности всего просто пропадут, не смогут быть конкурентами и ничего не добьются в жизни. Это то, что вы должны им дать, как родители, обязательно. Так что рекомендую вам. Друзья, ну вот мы с вами в 2020 году, и наверняка у вас, конечно, были резолюции Нового года, как всегда мы это делаем, в конце прошлого года и начале этого года у вас наверняка целый лист новогодних резолюций, что вы должны сделать. Мне было бы, конечно, интересно знать, какие у вас резолюции. Хочу об этом с вами поговорить. Ну что, на мой взгляд, должно быть обязательно, и что действительно качественно изменит вашу жизнь? Номер один вопрос. Это самообразование. Не просто образование в институте, в университете, где вы учитесь, но дополнительное к этому самообразование. Вы не можете сегодня себе позволить не прочесть то, те знания, не обогатиться ими, которые есть в современном мире. А что есть в современном мире? Какие знания? Что нужно? Ну, во-первых, конечно, по вашей специальности. То, чем вы занимаетесь. Здесь у вас должно быть обязательно постоянное рассчитанное развитие и чтение. За прошлый год я прочла, вот сейчас уже 28 книг. У меня было 25. Вот у меня до конца года я еще дочитываю еще 3 книги, а до конца года я дочитала в целом 28 книг. Последние книги, которые я прочла и которые я вам очень рекомендую, это «Красная таблетка Курпатова», «Красная таблетка 1» и «Красная таблетка 2». Что это за книги? Чем это мне помогло? Но это книги, конечно, по тому, как работает наш мозг, как работает наше сознание и что мы с этим можем сделать. Я сделаю подробное видео и уже расскажу вам об этом. Но сейчас рекомендую быстро пойти купить и начать читать. Очень рекомендую. Что еще должно быть в ваших новогодних резолюциях? Что важно? Ну, накачать мышцы, сделать свое тело красивым – важно. Но не настолько, насколько вы думаете. Самое главное – это обогатить себя, свой мозг знаниями, которые помогут вам в этом современном мире справляться с тем, что у вас происходит в жизни, с теми проблемами, которые у вас происходят. И справляться с ними грамотно, понимая, как вы устроены и как вы можете общаться с окружающими. Это самое главное. Поэтому здоровье – да, хорошо. Прогулки, здоровый вес, хорошее питание обязательно должно быть в ваших новогодних резолюциях. Это супер-супер важно. Что еще должно быть? Конечно, отношения. Мы – social animals, социальные животные. Мы не можем без окружения, мы не можем без других людей. Поэтому то, что сегодня перешло, конечно, очень много, большое общение в интернет, в виртуальный мир – это хорошо. Это обогащает нас знаниями, но этого недостаточно. Все-таки нам нужны какие-то живые люди. Поэтому, может быть, вот сейчас, в эти новогодние дни, вам стоит почаще встречаться со своими друзьями, почаще встречаться со своими родственниками и просто провести какие-то теплые, красивые вечера, где вы приготовили ужин, где вы поговорили, где вы подарили какие-то подарки друг к другу и получили массу хороших эмоций. Я надеюсь, что хороших эмоций, что вы смогли это сделать качественно. Что еще, я считаю, что обязательно должно быть, конечно, в вашем списке? Это профессиональный рост или бизнес-карьера. Что вы себе планируете? Если в этом году вы начались в точке А, то нарисуйте себе обязательно точку Б, где вы хотите быть к концу года. Как это делать? Вы это знаете. Это есть и в моей книге. Очень подробно все написано. Это умница, красавица, богачка, которой каждый из нас должен быть. Как вам сегодня, если вы сегодня в точке А, где вам нужно быть к концу года в точке Б. Пишите все в настоящем времени, как будто бы это уже произошло. Я заработала такую-то сумму. Я повысила свою должность. Я прочла за год 28, 30, 50 книг, сколько вы сможете. Это должно быть обязательно. Сделайте список себе этих книг, которые вы прочли. Это зависит от ваших интересов, от того, что вы знаете, что вы не знаете. Вы часто меня просите дать вам этот список. Я каждый раз говорю о том, что у каждого он свой. Каждый, наверное, читает по тому, где он чувствует, у него слабое место. Если вы чувствуете, что у вас здоровье, ваша внешность, ваши отношения, значит, читайте книги в этом направлении. Если вы чувствуете, что у вас карьера интересует, бизнес, финансы, читайте в этом направлении. Находите лучшее и читайте лучшее. То, что я читаю, я вам показываю, я делюсь с вами своими книгами. Поэтому следуйте за мной, если у вас такие же интересы, как у меня. Что еще должно быть обязательно в вашем списке? Путешествия. Я надеюсь, что вы их уже запланировали. Но знаете, как делаю я? Я планирую несколько больших путешествий в году, которые я намечаю заранее. Большие путешествия – это две недели путешествия. Допустим, четыре путешествия в году по две недели. Это много. И еще маленькие путешествия, которые я планирую по стране, в которой я живу. Где вы живете? Я живу в Канаде. Я планирую по Канаде поехать в Бамф, поехать в Квебек, поехать в Монреаль, поехать в Ванкувер, поехать еще куда-то на Ниангарские водопады. Вот такие вот у меня путешествия. Потом я буду планировать путешествия по Америке. То есть то, что не так далеко, не надо лететь 8-9 часов на самолете на другой конец мира, чтобы запланировать себе по большим путешествиям. Вот это вот я планирую следующий год. Это очень эксайтинг, это очень меня радует. Я ожидаю, что 2020 год будет потрясающим. Я надеюсь, что у вас есть финансовые планы, что вы знаете прекрасно, где вы будете к концу этого года. Посмотрите на мой курс «Финансовая независимость, финансовое благополучие», который есть на моем веб-сайте. Это двухдневный курс, полностью записан в Санкт-Петербурге. Это очень хороший курс, в нем море информации. И я буду делать еще. Я еще буду делать классы, буду делать курсы, буду делать это все для вас. И также посмотрите на мой мастер-класс по красоте и здоровью женщины и по недвижимости. Сейчас есть эти три класса на моем веб-сайте. Приходите ко мне на Инстаграм, буду рада вас всех видеть. Всего вам самого хорошего, мои дорогие. Счастливого вам Нового года, не скучайте и не теряйте время. Жизнь безумно короткая, времени у нас мало и абсолютно не стоит прожить жизнь как попало. Когда мне кто-то говорит о том, что нужно быть довольным собой, что успех это то, как ты себя ощущаешь и там, где ты есть, если тебе нравится, оставайся там, я говорю, неправильно, правильно расширить свои знания в этом вопросе и знать, а какие у меня есть еще варианты, какие у меня есть options, что я могу другого сделать. А вот просто быть довольным, лежать на своем диване и говорить, у меня все нормально, хотя диван уже у тебя пахнет плохо от того, что ты на нем лежишь годами. Это неправильно, правильно знать, а какие у меня есть варианты, какие я могу приложить усилия, что я могу сделать, чтобы прожить лучшую жизнь. Так что вот этого я всем вам желаю Пока-пока, мои дорогие Подписывайтесь, ставьте ваши лайки Я вас очень люблю Счастливого вам 2020 года Пока!